привет привет друзья вы на канале белый ежик с вами дмитрий ну а мы с вами встречаемся на привале сидят наши девчонки отдыхают бульбы пускают черная книга продолжается черная книга продолжается русалка волосы расчесывает ну и василисе есть чем заняться тут и прошка требует внимания и с евдокий тоже нужно поговорить потолковать о чем-то евдокий уже ее зовут только недавно узнала имя свое да и пистерь этот с чертями таскаешь его с собой таскаешь там же куча безработных чертей то и еще сейчас вернуться и книга что-то нужно посмотреть да в книге книги это наверное может быть умение умение нужно какое-нибудь обязательно полезное при полезное самое полезное выучить с чего начнем ну открыли черную книгу наверно с нее и начнем удавай сумки 6 чертей уже количество бесов услужений василисы незанятые черти мучают просто колдуна ну что ж это конечно хорошо но 10 уровня у нас еще нет это так вообще 19 дурак колдовское умение позволяет заменить одну карту на козырную хорошо конечно но я думаю как-нибудь следующий раз знаткость большая с увеличивает количество ненадивы вот это можно было бы это можно было бы торговля ладно ловкость рук увеличивает количество используемых предметов а вот это даже может быть первоочередное потому что ну всего лишь один предмет а так 2 до адамову траву две травинки 16 здоровья восстановит а это уже кое-что малва ну это ладно приказы получите дополнительно вот может быть конечно что нибудь с приказами да просто будет сразу их много в руке это очень было бы полезно цена создания слов снижена но это так возможность выбора из четырех слов после битвы открытия подсказки не снижает опыта за верный ответ знаткости открытие подсказки хорошо значит все таки я думаю что я остановлюсь на этом ловкость рук ловкость рук и никакого мошенничества вот так дальше черная книга тут конечно все очень сложно все очень сложно ну что нибудь будем пробовать а попробовать я бы хотел ну сначала я наверное все таки сделаю что уберу а в дела и вместо него вместо него а в дела и ты уж прости я возьму воила две штучки заплачу конечно немножко денег но все равно но все равно сейчас у меня 33 карты я бы хотел еще взять сглаза с чем расстаться лютая лютая но эти карты конечно будут полезны когда их много сейчас 3 это ну наверное более-менее хотелось бы может быть побольше или других карт поменьше можно с ними расстаться можно и здесь крепкое складное но просто что она крепкая крепкая ладно не знаю замок пускай будет без колдун без колдун конечно крепкость с этим не могу но у хпшку надо как-то восстанавливать ну вот тут моря глубины мараба араба иногда может быть и полезный быть ну без снятия негативного статуса тоже опасно куда-либо ходить порчи не могу с ней расстаться то что ж такое что ж такое но здесь складное вот такое давай попробую убрать все лютые даже три потому что два ну смысла нет их тогда совсем попробую взять еще сглаз где он у меня купить взять за 19 монет за 19 монет дальше что я еще бы хотел а может многое чего хотел но вот набожность я просто возьму и у меня еще что-нибудь 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 а может взять что-нибудь сглаз а защита есть сглаз если будет ну как бы неплохо неплохо пускай будет сглаз 4 порчи 3 сглаза ну блин ничего нибудь интересно тоже хочется удвоить броню например ладно возьму еще сглаз возьму 408 монет а вот на этом мы и пока что и остановимся дальше что черти черти будь они неладные этот работа выполнена без устроил особо сильный дождь над одной из крестьянских усадеб непогода много чего попортила в доме ну греха не так уж и много возьму я на себя взять так бессмысленная работа на бессмысленную у нас идет самый ответственный человек это федор кривой давай работящий человек он без работы не сидит человек говорю к уж человек без куда есть без отправить иди дальше у пожар давай барин давай попробуем отправить его сюда бедствия так подожди здесь что животное здесь бедствия здесь разум может быть явиться ночью давай матвея пожар наслать воров вот давай стойкость к статусу благословения стойкость это как-нибудь проэкспериментировать я не пойму что за стойкость это будет ну отправлю его на всякий случай от греха подальше все с этими все отдохни васенька еще где-то день идти день целый день идти плыть водяной почему думаешь водяной тебя в проводнице отправил силу твою почуял думаю так-то он мне не сказывал что он вообще за бес водяной давно местными реками да озерами заправляет еще нового бога тут не было а в акуль был у него палаты в глубине самой на синим камни стоят богатство несметное уж куйники ему жертвовали мельники рыбаки и пасечники все кто на реке да на озере работает вынуждены с водяным дело иметь и мы тоже утопленники а дорога так день отдохнешь потом и доберемся дорога тоже старая как будто и хозяйство тут у вакуле деревни до чё да удобнее те что издавна тут говорят что раньше эта дорога святой была старые боги тут мол ходили каждую ночь а теперь по новому все водяной от того гневается что ты помнишь из своего прошлого помню отца своего один он меня ростил мало что помню больше вот пока ничего в голове нет ничего евдокия вспомнишь так ой васенька кто знат я же мертвая да и что я делал это батюшки что со мной теперь будет мы мертвецы только одно знаем лучше быть живыми ну это да тогда ну что позже наверно потолкуем позже потолкуем что там прошка а не нравится прошки не нравится что-то водичка я хоть и не совсем кот ага что-то не люблю под водой ходить скоро прошка когда водяного доберемся а то может остаться тебе с нечистыми то другими не очень то и надо ну что ж все как бы разобрано со всеми поговорили карты я думаю что играть не будем а с кем играть то с прошкой да с прошкой да с русалкой в путь в путь путь то не близкий подводная чаще еще один подводный лес почти как у нас на поверхности вот так хорошо может быть и травка там водится как на поверхности из зарослей внезапно выплывает сначала угарь потом налим уже через мгновение вы окружены тучей угрей налимов которые плывут огромным стадом через заросли вскоре вы видите и погонщиков несколько утопленников с веслами ведут косяк в им лишь ведомом направлении можно окликнуть а можно напасть ну я думаю что сначала мы посмотрим что там нечисть картежники а это что-то новое леший проигравшись в карты своему соседу может перегонять зверей белок векш зайцев в его владение для людей это предвестник войны ведал леший и урожаем грибов и ягод водяной тоже считаются картежником только его стада состоят состоят из рыбы и прочей водяной живности так что вы хотите сказать кто-то кому-то что-то проиграл наверное да окликнуть утопленники останавливают рыб чтобы поговорить с вами оказывается этот косяк проиграл в акуле другой водяной еще другой водяной на юге губернии теперь мертвецы перегоняют речных созданий во владение местной нечисти после разговора вы стали чуть лучше понимать нежить ну вот поговорили пообщались 150 опыта покинуть пещерное кладбище к палатам водяного путь лежит через подводный погост не самая гостеприимная нечисть эти водяные кругом эти как они как они называются эти ну не кресты а забыл ведь сколько их много сколько их много ну кресты да ну с крышками с крышками с крышами небольшими голг голбцы или как что-то такое пойдем васька не привыкать нам бродить среди мертвых в чоп ничему не удивляешься я слышала здесь вакуль собирает могилки своих жертв только кто тонет так здесь голбец голбец и здесь твое имя наверное найти могли бы я тут и посмотреть не сумелась а теперь домой хочу туда на землю вот может быть и не надо было имя то вспоминать то да ну вот теперь дурь дурь рвется и душа мучиться будет ну так жила бы себе без имени без рода без племени может водяной тебя и отпустят надо головой поворачить ну и хорошо если такой вариант если головой поворачить конечно подумать поразмышлять может быть что-то и получится хотя с того света я не знаю может и возвращаются посмотрю что тут за могилы чувствую голбец то свой он вон там вот нет не пойду до него ну не ходи я сама схожу про пещеру что расскажешь что там за пещера водяного он туда мертвецом идти не велит тебе это могу показать дополнительно пока места да пока места в путь нет вернуться я тут еще вообще не посмотрела и на кладбище растут ли травки всякие разные голбец старая могила имени не разберешь голбец русалки уездное кладбище подожди 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 а здесь пройти никак нельзя а можно конечно но но я боюсь застряну среди этих голбцов то это ммм вы находите эту могилу что вам указала русалка и стираете холодный ил с деревянной дощечки это действительно могила дочери пахома около могилы вы находите старый крест евдокии старый крест евдокии взять крест ну наверное взять не для того чтобы отдать а для того чтобы потом использовать его где то старый крестик получите четыре оберега в начале сражения ну неплохо уездное кладбище ух а тут могила не просто как грибочки везде растут висок здесь нет травки если здесь есть травка она подожди таракаран ах вот это вот что про что вы говорили да это те люди которые поддержали разработку игры да да и они здесь увековечены их много их много здесь Подожди, а здесь можно как-то взаимодействовать, да? Подожди. Подожди, 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 подожди. Можно? А, нет, можно просто прочитать. Слушай, ну здесь столько их. Молодцы, молодцы. Лежите теперь. Отдыхайте. Ладно. Я думаю, что здесь-то делать нечего. Но интересно. Ну тогда что? Тогда в путь, наверное. Я слышала. Здесь Вакуль собирает могилки своих жертв. Только кто тонет... Путь. Хватит по кладбищу шлындать. Готова дальше идти? Да. Показывай дорогу. Соляная пещера. Подводная пещера к западу от кладбища. Что за тайны там могут быть у водяного? Ммм, интересно. И вот русалка, вот почему она на ногах? Она не такая, да? А, да и тут трава стояла за Василисой. Я даже не заметил ее. И троф крест. Отлично. Отлично. От пещеры веет стариной. В эту пещеру вход мертвецам заказан. Вакуль не велит. И со мной забоишься? Тебя-то он небось выпустит. А со мной что будет? И никто в пещере не бывал? Один утопень вроде как побывал. Так потом, говорят, наказал его Вакуль. Один. Один любопытный нашелся смельчак. Сожрал, наверное. Ужас. Слушай, серьезный, наверное, вот этот вот мужчина водяной. Прям не знаю. Не хочется встречаться с тобой чего-то. А ну наказал. Почему думаешь он ходить сюда не велел? Может сокровища тут хранит? А их чудище какое-то сторожит. Ну ладно, вернулся. Восем потолкуем. Ух. Как все сделано, да, у водяного тут? Секретное местечко. Наскальные какие-то надписи. Тут рисунки. Человечки. А? Тут раньше все стены были украшены. А сейчас все постерлось. Ну как постерлось? Почему постерлось? А это сундук? Не, я, конечно, туда, наверное, руки свои не запущу. В сундуке лежат какие-то медные железки. А, даже и нельзя. Ну вот пускай лежат. Медные железки пускай лежат. Вглубь пещеры. Подожди. И что это все? Больше ничего нет точно? Точно ничего нет? Ну, похоже, наверное, так и есть. Лучи вырисовывают путь в глубины пещеры. Ну, двинуться. Узкий лаз ведет в мрачные глубины этой пещеры. Извилистые трупы приводят вас к огромному алтарю. Кто и как здесь справлял свои службы? Вы останавливаетесь в нерешительности. Бросить монеты, помолиться и покинуть местность. Ну, алтарь, наверное, все-таки на то и алтарь, чтобы он жертвовать что-то, да? Мне как-то, я не знаю. Бросить монеты. Более конкретней. Сколько монет я брошу? Две, три, одну. У меня-то сколько там монет? Сколько у меня там монет? 414 монет. Или помолиться-то? Ну, алтаря можно и помолиться, наверное. Почему нет? Давай просто помолюсь. Вы преклоняете колени и шепчете молитву. Внезапно поднимается яростный водный вихрь и выносит вас ко входу в пещеру. Каменная глыба с грохотом падает и перекрывает его. Замечательно. Замечательно. Минус пять здоровья. Очень хорошо. И че, ну, алтарь на то и алтарь. Да не надо было жадничать. Нужно было сделать подношение. И тебе, может быть, что-то сделали бы в ответ. Ну, теперь я уже не узнаю, что это могло бы быть. Ну, что же делать? Ну, что же делать? Идем в врата, во дворец. В старых преданиях ворота у Водяного из Хрусталя в реальности все оказалось не так, как в сказках. Русалка, наконец, привела вас к воротам во дворец Водяного. На страже стоят двое утопленников, которые, кажется, никак не могут найти общий язык. Нет, я портил, портил. Ты не допортил. Ты даже слова связать не можешь. Не то, что сеть как следует порвать. Из-за тебя он и гневается. Сетки рвут, да? Сетки. Рыбачков. Рыбачки, наверное, что-то, как я сейчас, не поделились, пожалели. Ну, что ж. О, русалка! Опять вы, кумушки-подружки? Я чертознайку к Вакулю веду по его указанию. Некогда нам. Позже приходи. Может, нам стоит попросту их переплыть? Не получится. Колдовство тут тоже какое-то. Вы дворец вход один. Напасть, сыграть в карты, убедить. Ну, сыграть в карты, конечно, можно, но можно и проиграть. Напасть, как бы, да. Их двое. Я думаю, что... Давай попробуем убедить. Слушайте, покойники. Меня позвал Вакуль. И он разгневается еще больше, если вы меня не пустите. Еще сердите? Да. Да. Так что давай в сторонку. Погоди. Погоди. У нас обиход есть. Пускать только знатких. Так что, крылья знатка. Загадку отгадка. Загадку? Давай попробуем. Можно напасть, можно согласиться. Ну, давай попробуем согласиться. Потому что, если так как с черепушкой, то и было дело, да, то, в принципе, они не сложные. И как бы можно догадаться по вариантам. Ну, попробуем. Давай. Я уже дока в этом деле-то. Течет, течет. Не вытечет. О, что-то я не знаю уже. Бежит, бежит. Ээээ. Ээээ. Не выбежит. Течет, течет, не вытечет. Бежит, бежит. Не выбежит. А, так подожди. Это подсказка? Выберите правильный ответ, чтобы получить 100. Нажмите на кнопку, чтобы воспользоваться знаткостью и убедить подсказку в этом. А я даже не видел это все. Серьезно, что ли? Нет. 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 Подожди. Будем отгадывать. Течет, течет, не вытечет. Бежит, бежит, не выбежит. Варианты. Кровь, разговор, молоко, река. Ну, наверное, молоко я сразу отсекаю. Потому что тут не то, наверное. Разговор, наверное, тоже. Вот может быть кровь и река. Кровь и река. Кровь, она как бы не вытечет, но может вытечь, если, наверное, сделать ранку какую-нибудь. Тогда, ну, опять же, она вся-то не вытечет. Все они вытечут. Хотя, может, и вытечет, не знаю. Река. Она течет, течет. Ну, в море. Может быть. Попадает. Вытекает, да? Вот как, да? Наверное, кровь или река. Но все-таки больше, наверное, за реку. Наверное, да. Наверное, река. Наверное, река. Пробуем. Про реку это? Я и сложнее отгадывала. Не, ну, не знаю. Верный ответ. Ладно, идите. Но как? Это все твоя легкая загадка. Вы оставляете разгневанных утопленников и продолжаете путь. Возле тронного зала. Уже ничего себе. Ну, пойдем. Совсем рядом с палатами Водянова. Как-то чем ближе, тем опаснее. Ну, то есть... Дворец Водянова внутри не похож на старые сказки. Вместо хрустальных стен тут обветшалые доски. На пути вырастают заросли речной травы. Вы заранее открываете книгу. Мало ли, какие вредители затаились в старых палатах. Ваша осторожность оправдывается. Из мрака появляются несколько чертей. Вот тогда, вот тогда. Ну, что ж, давай к бою проверим. Проверим, что тут у нас. Снова эти черти, да? Снова эти черти. 5, 8, 3. 7 защиты у нас. Ммм. 18, 17. Ну, 4, 6. Ну, этого мы уберем, да? Этого мы уберем. Этого мы уберем. Ну, 13 урона тоже многовато получить. Все-таки придется, наверное, нам попросить Прошку. Прошку защитить. Прошка нас защитит немножко. Аааа. Дан-тар-дан-тар-дан. Подожди, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Черт. Нееет, надо было по-другому сделать. Ну да ладно, уже поздно. Уже поздно. Поздно что-то либо делать, мы уберем вот этого черта. Мы просто используем только черное. И все. А защищаться нас не надо защищать. В принципе-то. Ну почему? Прошка помог единицей брони. Пускай будет и так завершить ход. А этот черт был самый, может быть, даже опасный среди них. Ну все. Прошка отдыхает. А мы чего делаем? А мы чего делаем? Мы чего делаем? А нам сейчас время защищаться и восстанавливать здоровье. Сейчас будет 9 урона. 9. Порчу мы нашлем, конечно же. Это возьмем. О-о-о-о-о-о. О-о-о-о. Может быть, взять благословение, чтобы было. 10 защиты хватает. Но нам нужно восстановиться. Нам нужно восстановиться и завершить. Маленький подпорченный бес. Сглаз пришел. А что ты будешь делать? Снимает положительный статус. О, боже мой. У нас такой прям статус, что невозможно. Ну что? Сглаз придет. Порча сюда придет. Защиту поставим. Хотя защита... Пускай будет. Пускай будет. Три-дем. Три-дем. Хохорь нанести двойной урон, если на противнике сглаз. Да, может быть, действительно, и возьмем его. Хотя вот тут... Ладно, возьмем еще хохоря. Старушка. Рядом с трудным залом есть старая старушка. Пойдем посетим. Возле пустой старушки вы натыкаетесь на огромное стадо коров. Среди скотины бродит выбившийся из сил крестьянин. Он замечает вас и устремляется к вам, сломя голову. Ну как крестьянин? Наверное, что же утопленники? Коровы же такие же. Бачки! Человек смертный. Живая. Не блазнит. Ну, аккуратнее. Не сомни колдунью. А то я тебя еще дальше утащу. Че говорит? А, наверное, что-то из старого, да? Векшица. О, ты и сам мог бы довернуть. Нет тут христианских душ, окромя моей. Тут изгину. Приглаши. Приглаши. Господи, Господи, Иисусе, спасибо, спасибо. Но так просто тебя не вытащить. Думаю, надо молебен заказать. Тогда тебя в оккульта сам и отпустят. Возьми. Вот деньги, что я тут заработал. Я из деревни Некрасово. Там бабу мою найди. Они меня ищут, потому закажут молебен. Точно закажут. Ладно, буду там, найду жену твою. Не отчаивайся. Расстроганный крестьянин ловит уплывающую слезу и кланяется в пояс. Ну, будем в Некрасовке, это и найдем, конечно. Ну что ж, палаты Водяного. Тут я и повстречаю в оккуле. Надеюсь, он будет печать-то и откроет. Ага. Угу. Сейчас он прямо откроет. Разбежался. Да тут все прям в золоте, ты смотри. Стражники стоят. Труп. Че, труп разглядываешь? А че? Это лакуль засолил. Тебе так не узнать, что новое утопение из него скоро получится. Вот как утопни рождаются. Засаливают их. Ну, подожди, я сейчас пробегусь. Может, золото какое-нибудь прилипнет к башбачкам моим, сокровищам. Чего только нет среди сокровищ Водяного. Монеты серебряные, золотые, оклады с драгоценными камнями. Икон ни в одном окладе, конечно, нет. Не-не-не-не-не, не буду я брать. Это, конечно, что-то или конфликт сразу будет, или может быть что-нибудь нехорошее. Ну, я думаю, может, просто даже никто не позволит мне это сделать. А вот смотри, грабли лежат. Как бы мне на них не наступить-то? Пока я Водяному тебя не объявлю, он и сам не объявится. Готово? Водяной. Что-то про него можешь рассказать? Старый он и с причудами. Если понравишься, наградить может. Он выигрыш и сегодня. Дык в духе быть должен. А, слушай, это вот говорили, что он картёжник, да? Кто-то ему там проиграл. Угрей там стадо плывёт. Наверное, и он со мной захочет играть. Вот чувствую. Смотри. Если будет давать сокровища, ты не бери, а чешую проси. Хорошо. В этом мире всё иначе. Не как у людей. Пока я Водяному тебя не объявлю, он и сам не объявится. Не, подожди, подожди, вернутся. Подождите, подожди. А что за... Может, поговорить-то с ними? Лысый утопий. Вы как эти киты разговариваете. А ты? Не, этот говорливый. Я б тебя ни за дворога, ни за дёшево, ни пустяк сам решит, явится так. Что вы за парочка вообще такая? А вот кто знает, кто знает. Может, мы водяные и будущие. Ладно, позже. Может быть, дослушайтесь. Хорошо. Ну, тогда больше здесь делать нечего. Травы не растёт. Веди, русалка, чё ж делать-то? Пока я Водяному тебя не объявлю, он и сам не объявится. Объявляй. Когда? Приглашай. Ну, посмотрим, хоть кто он, как он выглядит-то Водяной-то. Маленький чей, большой? Вот от года хуже, вот от года хуже. Хуже. Чё там пишут-то? Водяной, подождите. Где-то, где-то что-то было про Водяного, вот. По русским поверьям, водой повелевает Водяной. Но хозяин водоёма, в котором обитает, и имеет полную власть над ним. Так, Дуг способен поднимать волны, выводить водоём из берегов и создавать сильное течение. А также ему подчиняются все обитатели водоёма. Рыбы, русалки, утопленники. Интересно, что буйство стихии могли остановить музыканты. Вот. В Булине-Садко гусляра пускается на дно, потешает Водяного, и тот возвращает его на землю. Именно этот эпизод Булина исполняет на берегу сказателей Рябинины. Когда Владажерская Оржи начинает считать, что такое вот так вот. Вот так вот. Ну, колдуны, ребята, пошли худые ночи. В былое время любопытны были. Ага. Ты подожди, Водяной, подожди. Я что-то сейчас, а ну-ка, я посмотрю, у тебя же тут крест. Нет, 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 крест нет. Я вот думаю, шип у меня, шип у меня тут пять, смотри, всем, щучий укус. Не зря же я с щукой этой сражался, может быть, а? Ну, пять всем противникам, пять. Я просто, ну, пять. Если будет Водяной с ним драться, у него будет там триста пять. ХПшки. Эти пять будут так себе. Первый заговор содержит слово «щучий укус». Я думаю, что не, не-не-не-не-не. Это вам менять мы точно не будем, наверное. Ммм, окладывает. Вот это как бы хорошее. Ну, порчу получить плохо, но зато потом урон к словам с уроном, это неплохо. Ну, Прошка тоже может защитить тебя. Ладно, ничего не буду менять. Загадки отгонуть-то можешь. А это уже полдела. Значит, с нечистью говоришь на одном языке. Ты покажись, дядька Водяной. Здравствуй, Водяной Дедушка. Меня Василисой зовут. Водяной Дедушка. Знаю я, как тебя зовут. Я все в своем царстве знаю. Думаешь, я бы не мог тебя к себе сразу наставить? Хотел посмотреть, что ты за человек. А-а-а. Другим он помогаешь. Русалки имя нашла. Я такое не одобряю. Ну, с чем пожаловала? Спросить я хотела. Эм, ну, че, давай все спрашивать. Что в цареварне творится? Ты русалку послал и рассол увел? Есть у меня один знакомый, Демидов. Он когда завод ставил, знаю, что сделал. Бросил в воду перчатку. А может быть, это исторический факт. Кто его знает? Потом снял вторую. Три пальца от нее отрезал. И тоже в воду бросил. Зачем? Понимаешь? Демидов бросил в воду перчатку. Зачем он это сделал? Я не знаю. Подожди. Ну, а что такое выбросил? Конечно же, нет. Чем я рискую? Ммм, да, подожди. Не разгневался, наверное, точно, да? Выбросил, наверное, тоже нет. Жертва? Оберег? Почему три пальца? Какое-то количество особое, наверное, да? Поэтому, скорее всего, не жертва. Это, скорее всего, оберег. Чтобы перчатка завод его берегла. Нет. Вася, Василиса, подвел я тебя. Такой дури я еще не лишал. Такой дури. Шерпу. Шерпу он не посулил человек. Ах, вот оно что, где количество. Вот оно. Угу, все. Он тебе хотел сказать, сколько, сколько. Вот зачем число. Ладно. Что сейчас? Хорошо, если рыбак какую водки в воду нальет. Я этого терпеть не забираю. Твой сливар мне тоже когда-то голову завещал. Да выполнять свое обещание не торопился. Ах, вот оно. Где? Но я и так свою подать возьму. Ты сам утянул Евдокию на дно. Сам. Все, сам. До соли он медницу держал. Там и договор был с ним. Дочерью он поплатился за его нарушение. Ну вот черт. Сам обещал голову. Сливарин, он не спешил мне дань платить. Теперь из-за этого отвечает. Вот оно как, пожадничал пахом. Ты виноват во всех этих смертях. Не забывай советжиться. Я взял, что должно. За такие слова я бы и тебя в утопленницу обратил. Но я сегодня добрый. Как тебе рассол вернуть? Хочешь понять, что делать? Я скажу тебе. Но после того отправлю выполнять. Ничего больше узнать не хочешь. Куда ты сейчас опять пошлет? Ай. Запасть. Да ладно, не буду нападать. Сначала спросить я хотела. Я знаю имя русалки. Отпускай ее теперь на волю. Я тебя жду паника. А она невеста. А это что-то слухи быстро распространяются. Знает историю. Прям ничего себе. Ее именем не спасти. Она уже мертва. С его света не возвращается. Нет, есть способы. Ты про книгу свою? Так у нее такой нету. У меня на свой срок отбудет. А как пришло бы ей время на земле помирать, так я ее отпущу. В ад или рай. Уж это не мне решать. И уж точно не тебе. Спросить я хотела. Что за пещера с над... Я давно тут живу. Все тут другое было. Там, когда-то могила была, я сохранил, что осталось. Не должно старым устоям пропадать. Не допущу я это. Спросить я хотела. Мне нужно печать в книге открыть. А я книгу эту знаю. И как печать открыть. Вот выполнишь мое задание. Открою. Спросить я хотела. Ну, тогда что? Как мне рассол-то вернуть? Как пить... Хочешь понять, что делать? Я скажу тебе. Но после того отправлю выполнять. Ничего больше узнать не хочется. Да нет. Жалко мне, русалка уже как-то стала. Вот. Ну, а что делать? Ну, она действительно никак не вернешься-то. Ну, задание. Говори, что хотел. А, хорошая волошебница. Мне нужна помощница на земле. Только пока сходишь. Отверь горта недалеко. Там разбойники часто сидят. Тоже мне будут перестали носить. Составь их снова к доброму делу вернуться. К доброму. Ну, для кого добрая, для кого? Будь подвоем. Убыточная. Ты мне возьмешься по праву пришлась. Когда я печать открою, глядишь и сдружимся. Выбирай себе гостиниц. Золотых монет, сундучок или рыбно-чужьи при горшню. Чешуи. Чешую возьму. На поверхности такой нет. Кот знаешь, шапатунья. А теперь возвращайся домой. Это насыпет Вакуль. Чешуи. Полные карманы. Как задачу выполнишь, так и встретимся. Да хоть до старой мельницы Пахомовой. Я так и быть печать тебе открою. А рассол зависит от Пахома. У него, наверное, найдется пара перчаток. Вы приходите в себя на берегу Русальи и Заводи. Отхаркиваете мутную грязную воду, а затем осматриваете свои вещи. Все оказывается на месте. Вздрогнув, вы хватаетесь за черную книгу. Она тоже цела. Не, ну Русалке ей, наверное, не помог никак. Исчезла только рыбья чешуя. К своему удивлению, вы обнаруживаете вместо нее увесистый мешочек с золотыми монетами. И новая былиночка, да? А что там? Как бабка Водянова? Подошли, я это не читал. Моя бабка по речке ходила не ночью, а часов так около одиннадцати. Теленка искала. Она шла такого монструза. Ноги гыд не видны, а руки-то, как у лягушки. Четыре пальца. В воде сидит и не слышно. Так-то, если встанешь, слыхать, как вода шумит. Она не поняла сначала, а потом отошла от речки-то. И потом уже вспомнила, что это ж водяной. Надо убегать, не то к себе утянет, а ли еще что сделает. Сначала не испугалась по горячке-то, теленка шискала. Он ей причудился. Ну, в избу. Седушка, я уже соскучилась прямо за тобой. Я поворожил на Медни, знал, что тебя водяной держит. Так потом в Троицкую церковь сходил, там все, что надо, сделали. Потому и отпустил тебя, водяной черт. Может, не от молитвы меня отпустил? У него задание для меня есть. Вы рассказываете деду Егору о событиях последних дней. Значит, мельником был пахом. Ха, любопытно. Водяной свою подать не забыва. Держи с этим бесом ухо востро, как бы он тебя вокруг своего щучьего носа не обвел. Я не доверяю бесам, как ты ее учил. То-то ты, русалки, помогала. Это тебе неподмененная девка. В нашем деле осторожность нужна. А то живо под галик загонят. Сейчас о другом забота. У разбойников попытай провокуля. Может, совет какой дадут? Хорошо, дедушка. Так, ну, знаете, наверное, все-таки выяснять, что к чему уже буду в следующий раз. Про русалок, про разбойников и все остальное. А сейчас скажу спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч. Пока.